В Круге Света Как-то показалось, может быть, это действительно улучшение наших отношений. Ну, поговорим об этом сегодня с Алексеем Арбатовым, академиком Российской Академии Наук, и Валерием Гарбузовым, исполняющим обязанности директора Института США и Канады Российской Академии Наук. Юрий Георгиевич, тему предложил ты, поэтому начинай, пожалуйста. Я с оптимизмом смотрю на будущее американо-российское отношение, поскольку я, как ветеран холодной войны, помню много взлетов и выпадений, и всегда такое обострение отношений, всегда кончалось дружбой. Я только не знаю, чем на этот раз дружба. Иногда обострение длилось, извини, долго и долго. Ну, оно долго длилось, но, тем не менее, сейчас уже было какое-то очень-очень острое, поэтому хуже быть не может, значит, будет лучше, только надо что-то придумать. Или вот космический корабль летает, может, сигареты новые забрести, или какой-то такой жест, как Брежневу дарил, ты помнишь, шубы, форды. Юрий Георгиевич тоже шутит. Я не шучу, нет, на самом деле. Потом я считаю, что это чрезвычайно важно с американцами иметь нормальные рабочие отношения. Ну, а конкретно, с чего вот тебе пришла в голову эта тема? Разве не с визита Керри? Ну, с визита Керри, конечно, это как бы такой показатель был. Если не потепление отношений, то какого-то сдвигать. А то мы вообще не общались, не говорили, то приезжает Керри, его принимает Путин. Ну, Керри вообще, по-моему, не в первый раз в этом году уже. Не в первый раз, но это были такие рабочие визиты, а тут чуть ли не государственные. И Путин прямо смотрел, как он с портфельщиком с трапа сходил. То есть, не каждый визит Путин, наверное, смотрит от начала до конца, как встречают. Юрий Георгиевич, ты, может, задашь вопрос все-таки нашим собеседникам? Поэтому я хочу, вы разделяете мой оптимизм, или все-таки вы считаете, что все плохо и будет еще хуже? Ну, оптимистам быть трудно. Гораздо труднее, чем пессимистам. Вот так вот. Да, потому что от пессимиста ничего не требуется. Сказать, что будет еще хуже, и все, и никаких оснований для улучшения нет. Но мы вас не для этого пригласили, чтобы... Оптимист, когда он говорит, что может быть получше, должен это обосновать. И более того, зачастую оптимист, когда говорит, что должно быть лучше, он имеет в виду, что и сам как-то будет в этом участвовать, и этому способствовать. Пессимист может ничего не делать, а оптимист, он должен что-то делать, чтобы обосновать свои прогнозы. Я думаю, что в настоящий момент пока трудно говорить о том, что мы подружились. Но мне кажется, что пришло осознание и в Москве, и в Вашингтоне того, что дальше идти по пути нарастания и эскалации нельзя, потому что это может привести к катастрофе. К тому же появились некоторые явные общие интересы. Мы пока не договорились, как сейчас говорят, о модальностях этих общих интересов, но явно, что у нас появились сильные общие враги. Раньше не было сильных общих врагов. Американцы пытались у нас пугать Китаем. Мы на это не пошли. Мы здесь пошли как раз, наоборот, к Китаю. Вот, сейчас это движение замедлилось. Иными словами, есть явное желание остановить дальнейшее сползание к столкновению, к прямому. Есть желание как-то выходить из кризиса, который есть на Украине, который у нас как кость в горле стоит. Мы не можем двинуться, пока мы какое-то не наметили здесь улучшение. Потому что за этим тянутся санкции, за этим тянется гонка вооружений, за этим тянутся эти бесконечные маневры и учения вблизости друг от друга, вовлекающие и бомбардировщики, и самолеты, и десятки тысяч военнослужащих. Но это только первые шаги. Первые шаги. Потому что так просто взять, снять одну перчатку зимнюю и одеть весеннюю и сказать, а вот теперь мы будем друзьями. Так не получается. Слишком большой уже задел накопился за последние несколько лет взаимных претензий и недоверия, враждебности. И причем здесь даже лидеры могут и хотеть как-то остановить это дело. Но общественное мнение в США, общественное мнение в России. Я не помню, когда так враждебно были настроены друг к другу. Прежде всего, к руководству другой страны. Как вы думаете, Валерий Николаевич? Ну, вы знаете, я согласен с Алексеем. Действительно, за последние годы, и украинский кризис стал такой квинтэссенцией, сформировалось такое стойкое конфронтационное русло наших двусторонних отношений. Казалось бы, и выхода из него не видно было. И не видно, в общем, по большому счету и сейчас какой-то такой конструктивной перспективы. И то, что состоялся визит Керри, и то, что в этой очень сложной обстановке последних лет все-таки у нас не прервался диалог по линии Министерства иностранных дел и Государственного департамента между Лавровым и Керри. Это, если можно назвать такой обнадеживающий факт, но это то, за что можно зацепиться и развивать хотя бы какую-то конструкцию координации наших отношений. Потому что, понятно, все понимают, что за последние годы отношения хуже, чем в годы Холодной войны. То есть, задача состоит в том, чтобы, по сути дела, их восстанавливать, конечно, на какой-то другой основе. Основа, я думаю, та конфронтационная, которая есть, она сохранится и в каком-то ближайшем будущем. Но в рамках такой конфронтационной основы все-таки можно. И мы должны создать такую конструкцию, которая бы позволила в ней вести деловой диалог. Прежде всего, по тем проблемам, которые вызывают взаимную озабоченность и, соответственно, взаимный интерес. Это частные проблемы. Очень сложные, конечно. Но все-таки это не масштабные такие проблемы, которые могли бы сформировать новую повестку дня. И я считаю, что этот визит обнадеживает не в том плане, что мы можем сказать, да, мы подружились. Я думаю, что даже такое слово не стоит употреблять в отношении российско-американских отношений. Но этот визит обнадеживает своей возможностью развития и формирования какого-то конструктивного диалога, который, в общем, конечно, судился до минимума. Вот если мы увидим, что будет какое-то развитие этого диалога, тогда мы скажем, для этого нужно время. Тогда мы скажем, да, этот визит, возможно, станет какой-то отправной точкой для новой модели российско-американских отношений. Для очередной перезагрузки? Да я бы не говорил о перезагрузке. Вы понимаете, в чем дело? Потому что за всю историю 20 века российско-американские отношения пережили несколько моделей. Последняя – это и Холодная война, и период 90-х годов. В общем, они все ушли в прошлое. Сейчас формируется какая-то новая модель. Ее очертания очень зыбкие, они не очерчены. Но какая-то такая модель конструктивного сотрудничества и диалога, она все-таки должна быть. Невозможно дальше идти по пути нагнетания напряженности. Невозможно, так сказать, выдерживать эту пропаганду с нашей стороны антиамериканскую, а со стороны США антироссийскую. То есть, понятно, что когда-то должна наступить какая-то точка, от которой начнется новый отсчет уже. Ну, просто, так сказать, действительно формирование спокойных, недружественных отношений партнерства между двумя крупными и очень влиятельными странами. То есть, вы ограниченный оптимист. Я, мне кажется, я реалист. А у вас ограниченный пессимист. Я, мы как-то... Почему именно ограниченный? Ну, вот такое, какое. Ограниченный оптимист и ограниченный пессимист – это реалист. Мне кажется так. Скажите, пожалуйста, вот смотрите, мы ничего не знаем, о чем они там часами разговаривали. Сначала с Лавровым, потом с Путиным часами разговаривали, да? Но они же рассказали об этом. Ну, что они сказали? Ну, ничего они конкретно. Они по всем вопросам прошли. Они прошли по всем вопросам. Конкретики мы не знаем. Зато везде обсуждается, что же такое в красном чемоданчике было у госсекретаря, зачем он гитару с собой привез, каковы его впечатления от прогулки по Тверской и прочее. Почему мы так мало знаем о существе этих разговоров? Почему ничего, кроме чемоданчика, не было нам доложено, по большому счету? Наверное, потому что никаких соглашений не было достигнуто. Ведь политики, когда встречаются, если они достигают соглашения конкретного или дают указания подготовить соглашение, тогда они об этом могут объявить. А поскольку соглашений не было, а было обсуждение и попытки сблизить позиции по ряду вопросов, особо рапортовать не о чем. Ну, вот они сказали, собственно, правду. Они сказали, мы обсуждали такие и такие вопросы. И длинный список предоставили, начиная от Украины и Сирии, заканчивая Йеменом, там, и еще, бог на счету. Но, конечно, никто и не предполагал, что будет. Да, но, понимаете, раньше саммиты, они все-таки завершались подписанием хотя бы декларации крупной. Вот я могу вам предложить, например, вот в последние годы кризиса, особенно 2014-2015 год, все забеспокоились о возможности ядерной войны в Европе. Потому что НАТО и Россия рядом друг с другом совершали активные военные действия, приготовления, пуски ракет, полеты бомбардировщиков, чего только не было. Люди всерьез стали бояться. Тем более заявления были некоторые, особенно с нашей стороны, просто безответственные. Некоторые, скажем, телеведущие, у которых язык, как помело, говорили, что Россия может превратить Америку в радиоактивную пыль. Не задумываясь о том, что Америка может с Россией то же самое сделать. Вот, короче, было много плохого и сказано, и сделано. И вот в этой связи не мешало бы лидерам двух стран хотя бы подписать и подтвердить некоторые декларации, которые они раньше принимали. Например, о том, что в ядерной войне не может быть победитель, что ее нельзя вести, что стороны будут делать все, чтобы избегать опасных конфронтаций. Я буквально цитирую документы 1972, 1973, 1985 год. Хотя бы с этого начать, может быть, потому что это всех беспокоит. И суть наших проблем не в том, что у нас могут возникнуть противоречия. У многих стран есть противоречия. У Франции, США есть противоречия. Наши противоречия могут вылиться в катастрофу. И поэтому начать улучшать отношения, может быть, следовало бы с повторения того, что забыто, но что остается совершенно правильным и определяет важность наших отношений. А почему все чемоданчиком интересуются? А именно потому, что по существу-то не сказали. А еще Путин пошутил насчет этого чемоданчика. И тут все, значит, подхватили. Вообще как-то очень шутливо так все это. Тут шутят, тут шутят. Ну, они хотели показать, что они расслаблены, что напряженность ушла в прошлое. Нет такой напряженности. И в этот раз для встречи с Джоном Керри Владимир Путин опоздал на полтора часа. Вот это как? Ну, с Керри можно. Вот он, Обама сказал, что с ним Путин никогда не опаздывает. А с Керри можно? Ну, наверное, раз он опоздал. На полтора часа. Ну, раз опоздал, значит, можно. Я меняю ограниченный на сдержанный. Вот, вот именно. А то ограниченный. Не то слово. Ограниченный на сдержанный. Это как сабит. Я осознал. Сдержанный. В узком кругу ограниченных людей. И прошло и десяти минут, как и Регионис корректировал свое определение. Вот мне тоже так показалось. Между тем, Джон Керри сказал, что они не будут ограничиваться известной вот этой тематикой в разговоре с Путиным. А нужно сделать все для... А нужно обсудить, что нужно сделать для восстановления и укрепления отношений между Россией и США. Он сам заявил об этом. То есть, видимо, как-то пытались об этом говорить. Ну, надеюсь, во всяком случае. Хотя, свежая, вот тоже мартовская эта история. Глава Пентагона... Я понимаю, что чего ожидать от главы Пентагона, да? Но глава Пентагона перечислил совсем недавно пять глобальных угроз для безопасности США в настоящее время. И Россия там на первом месте. Он назвал Россию, Китай, Северную Корею, Иран и международный терроризм. Хотя Обама недавно Россию называл четвертой или третьей угрозой. А вот Пентагоновец... Второй. Пентагоновец Россию первый назвал. После терроризма второй. А Эббл, по-моему, третий. Третий был Эббл. Видите, разные списки. Эштон, во-первых, Света, Эштон, министр обороны. Ему сейчас надо выбивать бюджет. Бюджет, я все понимаю. Это первое. Во-вторых, он смотрит на это прагматично. Кто из этих всех перечисленных им фигурантов может превратить США в радиоактивную пыль? Россия. Более всех. Китай на втором месте. Поэтому он и стоит на втором месте. Северная Корея. Передали по списку, да. Вот он и подошел к этому с военной точки зрения. Тем более, с нашей стороны, из Москвы, в последнее время, как я уже сказал, много было сотрясено воздух и пыль этой напущено. Вот они на это реагируют. Но, кстати говоря, мы подняли тему важную, потому что у нас в годы даже Холодной войны, начиная с конца 60-х годов, стержнем наших отношений были переговоры по ограничению ядерного вооружения. И при всех противоречиях, которые были и по Вьетнаму, когда американцы там воевали, и по Афганистану, когда Советский Союз там воевал, все-таки этот якорь стабилизировал наши отношения, потому что мы понимали, что это настолько важное дело, связанное с угрозой войны, что ее нельзя приносить жертву ни в чему. Вот сейчас у нас уже 6 лет полный тупик, у нас пауза. 6 лет уже? Да, после подписания договора СНВ в 2010 году, уже прошло 6 лет, как раз вот в апреле будет 6 лет после подписания, все, полный тупик. Мы выдвигаем требования, американцы предлагают, мы их отвергаем. Мы занимаем такую сейчас, я бы сказал, негативно-пассивную позицию по этому вопросу. А это было всегда стержнем. И я считаю, что нужно, вот вслед за подтверждением этих важных истин, о которых я сказал, возобновить вот этот канал нашего взаимодействия. Все остальное тогда будет легче решать. Валерий Николаевич. Ну, я действительно согласен с этим, потому что действительно вот эти переговоры по, ну, в общем-то, в годы Холодной войны ключевой сфере, они действительно стабилизировали наши отношения, хотя они были и трудными. Но мы же живем в таком мире, который не сформировался с нуля, да, а живем в том мире, который достался нам от Холодной войны. И ядерная эра, и сдерживание друг друга с помощью ядерного оружия. Это все осталось. Это все осталось. Поэтому, конечно, это следует учитывать и при формировании новой повестки дня российско-американских отношений. Но это, наверное, будущее. А сейчас все-таки смотреть на то, что можно сделать сейчас. А это возобновление диалога по каким-то частным таким проблемам. Возобновление диалога по контролю над вооружениями. И, конечно, если удастся сформировать какую-то комплексную повестку дня, это был бы, наверное, апогей, ну, какого-то конструктивного сотрудничества. Но поскольку я полагаю, что это очень-очень непросто, я не думаю, что это решится в ближайшие, если мерить, вот эти отрезки президентскими сроками в США, в ближайшие четыре года. Если говорить приземленно, то да, какой-то механизм координации между двумя странами возможно было бы добиться этого. Вот это то, что действительно реально возможно в ближайшие годы. Меня знаете, что пугает? Меня как раз пугает то, что сейчас определились в эти последние годы какие-то темы, которые не видны к разрешению, так скажем. Я даже представляю себе, что с Сирией не так проблемно, как с Украиной. Потому что в Сирии при всем том, ну, я не знаю, может быть, потому что заявлено о выводе наших войск оттуда. Может быть, потому что не так мы вроде упираемся с этим Асадом, да. Может быть, какие-то совместные работы по восстановлению там Пальмиры, которые будут проводиться. Но в Украине никакого движения нету к хоть какому-то сближению. Вот мне кажется. Да, вы знаете, ну, вы правы. Вы правы. Вот эти две проблемы, Сирия и Украина, это, в общем, трудно разрешимые проблемы. Ну, посмотрите, вроде бы наладился диалог по сирийской проблеме. Но стоит вопрос о том, как он будет продолжаться. И удастся ли все-таки все эти оппозиционные силы и Асада привлечь просто к диалогу? Сколько времени он продлится? Чем он закончится? Какова роль Асада будет вообще в перспективе? Время Георгия Ильича Амирского вспоминает, которые говорили по этому поводу. И какая сложная история с этой Сирией? Это очень большой вопрос. Очень большой вопрос. Такой же большой вопрос. Это Украина, конечно. Я уж тут не говорю о Крыме, который, так сказать, станет постоянной такой проблемой, которая, конечно, не будет вот так обостренно восприниматься. Но всегда, когда при случае, это всегда будет вытаскиваться. И надолго-надолго непризнанной территории. Да я так думаю, что это на все время. С Донбассом. Тоже, казалось бы, все говорят о выполнении Минских соглашений. Но, вы знаете, их можно и два года не выполнять, и три года тянуть. И говорить об этом. Вот в чем беда. Это такие проблемы, которые могут затягиваться. В том числе искусственно. И искусственно. И что дальше? Я надеюсь, что мы еще поговорим по Украине, по Сирии отдельно. Я хотел бы сейчас одно общее сделать замечание. Всем современникам всегда кажется, что их проблемы самые сложные и самые неразрешимые. Но исторический опыт показывает, что были другие времена, и были проблемы гораздо более сложные. Вот мы говорили об ограничении ядерных вооружений. Когда начались переговоры? Когда американцы ввели уже в течение многих лет тому моменту войну в Вьетнаме. Бомбили ковровые бомбардировки. Миллионы погибших с той стороны. 50 тысяч американцев погибло в той войне во Вьетнаме. Сейчас у них 4 тысячи погибло в Ираке, и они уже ушли оттуда. А там они потеряли 50 тысяч. И начались переговоры, несмотря на это. Я хочу, кстати, напомнить, что в момент саммита в мае 1972 года, когда приезжал Никсон в Москву, американцы провели бомбежки Ханое и Хайфоны. И там даже погибли наши моряки. Они с воздуха минировали Хайфонский рейд. И было очень тяжелое решение отменять или не отменять. И все-таки не отменили. И он приехал, и с этого началась разрядка. Американцы ушли из Вьетнама, признали свое поражение. Но уже все общественное мнение в Америке уже было против войны. Было против войны, да. Нет, но с нашей стороны было принято решение не отменять саммит. И были подписаны важнейшие договоры. И с этого началась 40-летняя история вот этих переговоров. Мы с тех пор 9 соглашений и договоров подписали важнейших в этой области. В конце 80-х годов война в Афганистане. Тоже армия советская воевала на полную катушку. И огромные потери были. И все-таки были подписаны договоры по ракетам средней и меньшей дальности. Потом СНВ-1. И потом мы ушли из Афганистана. Поэтому говорить о том, что вот сейчас такие сложные проблемы Украина, Сирия. Да какие они сложные? По сравнению с историческими темами, которые были, теми воинами во время Холодной войны. Эти не такие уж сложные проблемы. Мы нигде друг против друга не воюем. Нигде нашим оружием не убивают солдат другой стороны. Ни на Украине, ни в Сирии. И они просто сложны, потому что другая обстановка в мире. Потому что мы привыкли к необыкновенной разрядке за прошедшие четверть века. И нам кажется, что сейчас вот эти наши противоречия, все, уже конец света. Тем не менее, я бы все-таки не упрощала, потому что мы еще не знаем, чем все это завершится. Тем и страшно. Тем и страшно, что мы не знаем. Как говорил один американский футболист, очень трудно строить прогнозы, особенно на будущее. Особенно на будущее, это правда. Не знаю. Я как-то вздрагиваю. Там-то мы знаем, конечно. В этом преимущество наше. Мы знаем, что там все окончилось благополучно. Что окончилось благополучно. Вы правы. Нет, Света, вы правы. Вы правы, потому что сейчас, по сравнению с периодом Холодной войны, есть, с одной стороны, меньшая угроза, чем тогда. Тогда тяготела угроза глобальной войны каждый день над миром. Сейчас такой угрозы, слава богу, пока нет. Но есть очень много других сложностей. Мы не представляем себе, где разделительные линии, где наша сфера, где их сфера и так далее. Да. И в определенном смысле, мне как раз в этом пентагоновском списке угроз, где Россия, Китай, Северная Корея, Иран и международный терроризм, мне кажется, международный терроризм все-таки надо ставить на первое место. Мне такое ощущение. Это мнение Пентагона и Эштона Картера. Но, кстати говоря, американская официальная позиция, она ставит его на первое место. И мы стали ставить на первое место, хотя во всех наших документах НАТО на первом месте как угроза. Сейчас мы прервемся для новостей. Напоминаю, Алексей Арбатов, Валерий Гарбусов здесь у нас в студии. И говорим мы о том, можем ли мы все-таки хоть как-то сдвинуть к лучшему наши отношения с Соединенными Штатами Америки. Еще раз вас приветствуем. Программа «В круге света». Говорим мы о том, можем ли мы сдвинуться с мертвой точки и наладить как-то хотя бы поступательно отношения с Соединенными Штатами Америки. И здесь в студии Алексей Арбатов, академик Российской Академии Наук и Валерий Гарбузов, исполняющий обязанности директора Института США и Канады, тоже Российской Академии Наук. Ну давай, Юрий Георгиевич, твой вопрос. Чего вопрос? Продолжим беседу так. Все-таки последнее твое заявление, Алексей говорит о том, что какой-то сдержанный. Я уже поменял формулировку. Оптимизм присутствует. Не можем мы не продвинуться как-то вперед. Должны. Должны. Но продвинемся или нет, непонятно. Очень много есть против этого. Во-первых, я говорю, отсутствует четкая система приоритетов. Во время Холодной войны лидеры были другие. Я не вовсе не склонен их восхвалять. Разные были люди. Но система приоритетов была четкая у двух стран. И, соответственно, вопросы выстраивались примерно одинаково. Позиции были зачастую противоположные. Но все знали, что вот это самое важное. Это на втором. Сейчас у нас очень большой разнобой. С одной стороны, в части ядерного оружия мы равны США. Вот это та сфера, где Россия сохраняет равенство. Но, с другой стороны, в экономическом плане, с точки зрения международного влияния, конечно, сейчас другие игроки уже. Китай мощно выходит, Индия, Европейский Союз и другие фигуранты. Поэтому все стало не настолько прямо, линейно выстроено. Это трудно к этому привыкнуть. Американцы привыкли в 90-е годы к хорошим отношениям со слабой Россией. Россия стала сильнее, стала заявлять свои права. Естественно, совершенно. У американцев это вызвало реакцию отталкивания. Сейчас вроде в России серьезные проблемы наступили, но нового равновесия мы пока не нашли. Вот нового баланса интересов выделить. Россия доказала, что она не региональная держава. Доказала, что экономику ее в клочья не разорвешь санкциями. Доказала, что она может даже за пределы региона выйти. И что ее изолировать невозможно. Вот все это американцы сейчас признали. Вот это большой сдвиг. И мне кажется, вот эти интенсивные поездки Кэрри из интересованности Обамы в переговорах связаны с тем, что они отказались от некоторых установок, которые напрочь после Крыма заблокировали наши отношения. Но проблемы-то остались, их решать надо. Вот здесь был затронут вопрос Украины. Я не знаю, есть у нас времени углубиться в это дело. Но невыполнение Киевом в политических аспектах Минского соглашения – это одно препятствие. А с другой стороны, убежденность на Западе, в Украине, да и в значительной степени у нас, что в Донбассе и Луганске присутствует большой контингент российских, а дальше, как вам нравится, добровольцев, отпускников, комсомольцев. Вот, пожалуйста, называйте, как хотите. Но они присутствуют там не с охотничьими ружьями, а как многие наши специалисты, в том числе официально говорят, со штатным вооружением и военной техникой. Мы напрочь отвергаем. Там нет наших войск. Но контингент-то есть. И говорили и руководители Донбасса, что там несколько тысяч человек. И признавали потом другие. У нас даже президент Путин однажды упомянул, что да, там есть люди, выполняющие определенные задачи. Потом сказали опять, что это добровольцы. Хорошо, но это военные добровольцы. Из кадрового состава. И никак это не решается. Как решается? Вот я вам скажу, как можно разом разрядить ситуацию и снять большую часть санкций Европейского Союза США, связанных с Донбассом и Луганском. Россия предоставит возможность наблюдателям ОБСЕ контролировать все контрольно-пропускные пункты на границе между Россией и Донбассом и Луганском. Тогда ни у кого не будет вопроса, есть там наши войнаслужащие или нет. Не идем. Не идем. И в Минских соглашениях номер два этого нет. Там сказано передача украинским пограничникам после выполнения ряда политических положений Минского соглашения. Там особый статус, выборы и так далее. Но если бы мы уверены в своей правоте, что там нет наших войск и хотели бы... Почему бы не дать возможность контролировать? Мы говорим, что в Луганске и в Донбассе они на это не согласны. Хорошо, с нашей стороны предоставьте возможность. Тогда все скажут, да, Россия права. И мы зря ее обвиняли. Там нет российских войск. Добровольцы туда-сюда ходят. Но артиллерия, танки, бронетехника, соединения не переходят к границу. И все. И начнется процесс сразу снятия санкций. И я уверен, что они надавят на Киев и задвигаются в политические стороны. Но этого не происходит. Валерий Николаевич, а как вы смотрите на киевскую, ну, в смысле, украинскую проблему? Да, вы знаете, я все-таки считаю, что эта проблема, она будет висеть и в следующем году, и в течение еще, может быть, двух, а то и больше лет. Потому что, ну... Это оптимистично. Если говорить о перспективах, о которых говорил Алексей, да, действительно. Но возможно ли это? Реально ли это? Да, наверное, это действительно разрешило бы проблему. Ну, посмотрите, казалось бы, простой и, в общем-то, лежащий на поверхности рецепт, он не берется на вооружение. Вот и все, значит, это затягивание конфликта. Ну, я согласен, на долгие годы, на долгие годы этот конфликт, он будет таким вот тлеющим. Но это ужасно. Если говорить о Крыме, то, конечно, тут, так сказать, все будут стоять насмерть. И, ну, в Крыму, собственно говоря, там хоть спокойно. Вот. То Донбасс, конечно, это такая вот кровоточащая рана, которая может обостряться время от времени. И не знаю, мне кажется, что это очень серьезно. Валерий Кузьмин, между прочим, самая главная тяжелая для нас санкция, они по Донбассу приняты. Не по Крыму. А я говорил, да, вот я и говорю, что как вот, может быть, сразу, если позволите добавить к тому, что вы сказали, есть подводная часть айсберга. Все говорят, минские соглашения, минские соглашения. Но есть кое-что, чего нет минских соглашений, но что для России важнее всего. Я не уверен, что для России, может быть, я ошибаюсь, пусть меня поправят, я не уверен, что статус, выборы, это для России такой жизненно важный вопрос. А вот гарантия нейтрального статуса Украины, которая не станет членом НАТО, и гарантия того, что при украинском сближении с Европейским Союзом наши экономические интересы будут соблюдаться, и не будут нас оттуда выталкивать, вот что для нас важно. Но об этом никто вам ни на уровне министерства, ни на уровне Кремля не скажет, потому что это подразумевается. А на Западе не могут на это реагировать, потому что как это так, пообещать, что Украина никогда не станет членом НАТО, тем более у нее отняли Крым, потому что сказали, что в Крыму может быть НАТОвская база. Ну хорошо, отняли Крым, а теперь сказать, ну вы и все равно в НАТО не вступите. Это их ставит в очень тяжелое положение. Но об этом надо вести разговор. Хватит играть в эту игру. Да нет, не говорите, белого, черного не называйте. Надо эти проблемы начать серьезно обсуждать. Тогда вот эти вот мелкие припоны, которые чисто формальные, о которых я сказал, ОБСЕ наблюдатели, там это выборы в Донецке, Луганске, особый статус изменения, и все-таки сразу задвигается в правильном направлении. Интересно. Скажите мне, пожалуйста, а вот такая проблема, на самом деле, тяжелейшая, на мой взгляд, связанная с судом над Надеждой Савченко, и уже было сегодня ее заявление о том, что она, по-моему, 6 апреля в сухую гладовку опять входит, потому что не собирается ехать в колонию. Она сказала хоть как, но она либо в гробу, либо живая, но вернется к себе на родину. И сегодня были заявления о том, что американцы сказали, что они не ведут торгов по поводу обмена. Да, и Кремль тоже говорил о том, что вроде как не торгуется по поводу Надежды Савченко. А все-таки, как вы себе... Да, да, хотя возникают тут разные фамилии, на кого могли бы обменять. Но скажите, пожалуйста, а как вы себе представляете, как все-таки будет завершаться эта эпопея с судом над Надеждой Савченко? И как вы думаете, все-таки Керри говорил о ней во время этого визита или нет? Да, я известно, что он говорил. Они сказали, что Украина представляет, что ради этого он и приезжал. Ну, вряд ли только для этого, но, конечно, говорил. Ну, конечно, конечно, говорил. Нет, ну, а здесь какие варианты? Речь ведется, и уже говорится об этом, о возможности обмена. Мы же меняли в свое время, значит, производили такого рода обмены в таких или в аналогичных случаях. Поэтому я думаю, что это реальный, реальный выход. Другой вопрос на кого, когда и, так сказать, в каком качестве все это... То есть, пока опровержение просто в силу того, что еще, видимо, не договорились, не придумали кого на кого. Нет, а если вы посмотрите даже по комментариям Пескова, все-таки это официальные такие комментарии. В общем, он не исключает это, он не говорит прямо об этом. Но, в общем, этот вариант не исключается. Вы знаете, я не хочу казаться существа дела и суда. Суд принял свое решение. Не будем ставить его под сомнение. Суд есть суд. Нравится, не нравится. Но я бы сказал, что действительно торг здесь никакой не уместен. У нас два наших военнослужащих там находятся, арестованы. Вместо того, чтобы будто... И я бы 10 Савченко поменял бы на этих двух людей. Они выполняли там задания, об этом сказал президент. Их надо вытаскивать оттуда немедленно, без всякого торга. Потом мы и так не ставим вопрос, что почему были сразу... Не Бута и Рошенко, а вот именно этих военнослужащих. Потому что относится как к торгу. А я думаю, что это и для военнослужащих, с моральной точки зрения, было бы очень важно, что о них заботится, их немедленно при первой же возможности вытаскивать. Я бы тут никакого торга не вел. Я повторяю, как бы не относиться к Савченко, я вот 10, эти 20 Савченко за эти двух людей немедленно бы отдал. Ну да, и как-то это было бы, наверное, логично, правда? Было бы и на пленных, и тех, кого судят там и здесь обменять. Причем здесь Бут, причем там еще что-то. Мне кажется, что это просто... Это же не базар, правильно? Это не базар. Речь идет о том, что люди выполняли свой долг, попали в большую неприятность. И мы обязаны их оттуда вытащить. А представьте себе, что все-таки обменяют на кого-нибудь Бута-Ярошенко. Да это невозможно. Ну, мне кажется, это будет просто стыдно. Я считаю, что это будет большой ущерб моральному духу соответствующих наших специальных служб и силовых организаций, которые выполняют такие задания. Скажите, пожалуйста, а возможно еще какие-то дополнительные санкции со стороны Соединенных Штатов Америки и Европы вот в ближайшей перспективе? Потому что говорили о каких-то еще возможных санкциях. Или все-таки вряд ли? Уже хуже некуда и все равно. Да нет, хуже есть куда. Еще как. Какой же он сдержанный оптимист. Еще как. Хуже есть куда. Да, но я оптимист, сдержанный оптимист в том плане, что я думаю, что никому не хочется этого делать. Во-первых, потому что санкции показали, что экономику российскую они не раздавят. Так как наша собственная бюрократия ее раздавила своим управлением, никакие санкции нам ни почем. Понимаете? Поэтому они в этом убедились. Значит, элита против Путина не восстала, оказавшись в этих списках. Тоже расчет оказался примитивный и не учитывающий психологию, политическую систему и все, что у нас здесь есть. Какие-то незнайки вообще там рекомендовали эти меры принять, эти списки составить и арестовать какую-то собственность. Значит, другие санкции, это уже полная блокада. Это фактически эмбарго и блокада полноэкономическая. Ну, кто на это пойдет? И повода для этого нет. А так, по мелочи, еще пару людей добавить, убавить, это возможно. А вот теперь хочу спросить, а как вы думаете, в конце концов, в Америке тоже выборы вот-вот. Как вы думаете, новая администрация, не знаю, Хилари Клинтон или Трамп, кто там окажется у руля. Как вы думаете, что-то поменяет это в наших отношениях, станет лучше, хуже? Вот ваше мнение. Ну, вы знаете, наследство, которое достанется новой администрации, оно, конечно, такое наследство, с которым что-то надо будет делать. Ну, допустим, если Хилари будет в главе администрации, понятно, что это уже человек со сформировавшимися взглядами. Человек, так сказать, у которого есть опыт разных отношений с Россией. В конце концов, период перезагрузки пришелся на нее. В конце концов, да. Название, корреку, да, да, да. Хнопку привезла она. Вот, за что ее как раз и упрекают. И все, кому не лень. И коллеги по демократической партии, и, конечно, республиканцы. Поэтому, я так полагаю, второй раз обжигаться она не будет. Но она известна как человеку очень жестких таких взглядов и правил, и особенно то, что касается России. Поэтому, конечно, жесткий стиль в отношении нашей страны сохранится. Жестче, чем в иной с ним. Ну, вы знаете, тут речь зашла о санкциях. Я думаю, что касается санкций, то могут или не могут они быть отменены. Так, мы, так сказать, сошлись на том, что все это завязано на Дадбасе. На той ситуации, которая будет развиваться там. Что касается, правда, каких-то новых санкций, то да, я согласен, что это могут быть санкции персональные какие-то. То есть, они пошли по этому пути. Но я так полагаю, что если возникнут какие-то вопросы, ну, вот как Сирия, например, да, то новая американская администрация, она будет стремиться поддерживать диалог и решать какие-то вопросы. Это и Сирия, и, в общем-то, борьба с террором, и миграционные всякие проблемы. Вне зависимости от того, кто будет демократ или республиканец. Это один момент. Ждать, что с приходом новой администрации просто начнется какая-то, откроется какая-то новая, совершенно необыкновенная страница в российско-американских отношениях явно не стоит. Согласен, Алексей? Да, я в целом согласен. Я бы к этому только добавил то, что на уровне личных отношений могут быть изменения. И, в частности, если вдруг придет Трамп, то изначально к нему будут вполне хорошие отношения. Его заявления во время избирательной кампании были очень дружелюбные. Но это может превратиться во второй вариант отношений Путин-Буш-младший. Когда личные были прекрасные отношения, но при этом расширялась НАТО еще на семь стран. Война началась в Ираке. Вышли из договора по противоракетной обороне США. Поддерживали цветные революции в Украине и Грузии. Это все вот этот первый срок 2000-2004 год. Поэтому я согласен с тем, что даже при хороших личных отношениях, в общем, важно, чтобы государственные отношения не уходили в сторону. И хорошие личные отношения вообще, они могут очень быстро превратиться в очень плохие личные отношения. Посмотрите на Эрдогана. На весь наш недавний опыт. Дружба с авторитарными лидерами, она легкая, простая, приятная, но она крайне ненадежная. Потому что с ними эта дружба в один день может превратиться в заклятую вражду. А что касается этих кандидатов, вопрос деликатный. Просто я не хочу высказывать свое мнение относительно того. Я допускаю, что все-таки появится еще третий фигурант. Я не исключаю такую возможность. Эти двое как бы не очень. Ну, потому что я думаю, что значительная часть республиканской партии Трампа не поддерживает. И они недовольны таким кандидатом. И они считают, что он проигрышный кандидат. Потому что в отличие от прошлых лет, я предполагаю, что если Трамп будет баллотироваться, то значительная часть тех, кто традиционно голосовал за республиканцев, просто не пойдут на выборы. А некоторые из них и в знак протеста пойдут даже и за Хиллари Клинтон проголосуют. Это понимает республиканская партия. Восемь лет она не у власти. По логике им надо приходить. И, наверное, они лихорадочные еще сейчас возможно преодолеть вот эту волну популизма, на которой Трамп выезжает, и все-таки кого-то представить... Были такие прецеденты, чтобы на таком этапе выдвинуть кого-то, кто... Я вам скажу, это больше 100 лет такого, 100 лет такого не было. То есть, понимаете, в чем смысл всего того, что произошло. Трамп набирает очки на праймерис в разных штатах. Причем очень быстро, совершенно удивительным образом. Но его не принимает республиканская элита. И вот этого уже очень-очень давно не было. Противоречия между предпочтениями электората республиканского, да, не всего, но все-таки, все-таки, и предпочтениями республиканской элиты. Все ждут съезда. Все ждут съезда. Обычно все было очень легко и просто. Электорат выдвигает, значит, претендента и становится кандидатом. Элита его поддерживает, его утверждают, и кандидатуру в вице-президента. Здесь совершенно уникальная ситуация. То есть, идет разрыв между предпочтениями элиты и электората. Как республиканцы... Конечно, конечно. Как республиканцы выйдут из этой ситуации? Вот это вот, так сказать, интрига и загадка своеобразная. Понимаете, с одной стороны, им не хочется этого Трампа, а с другой стороны, Трамп должен понять. Я думаю, что он уже, так сказать, понимает, что без партийной машины, в случае чего, он не сформирует просто-напросто... Посмотрим, по крайней мере, интрига есть. Посмотрим, как все это дело, как все это развернется. Но я хотела еще успеть вас вот о чем спросить. Смотрите, положим, ну, положим, мы же с вами эти сдержанные оптимисты, положим все-таки руководство двух стран понимает, что нужно хоть на каких-то позициях сближаться и решать совместно некоторые проблемы. Но я не говорю про Америку, но я говорю про Россию, где общественное мнение, благодаря средствам массовой информации, накручено до такой истерической степени, что уже само слово «американцы» и Соединенные Штаты Америки вызывает просто ненависть на самых разных уровнях. Скажите мне, пожалуйста, насколько быстро и какими методами можно снять этот агрессивный настрой у огромного количества людей? Дать указание средствам массовой информации и снять. Да, я знала, что вы так скажете. Вы меня спровоцировали, но я знал, что вы ждете этого ответа. Потом, ну слушайте, оба государства могут договориться о том, чтобы не было антиамериканской пропаганды в России и антироссийской в Соединенных Штатах Америки. А там такого же на кого-то? Мне кажется, что при этом указание нельзя отдать в этом проблема. Но дело заключается в том, что, конечно, слишком быстро формируются стереотипы, слишком медленно стереотипы умирают. Вот в этом вся опасность. Вот я вот с вами согласна. Потому что даже если завтра дать приказ, чтобы Америку хвалили даже и прочее, все равно вот этот налет... Хвалить не надо, хвалить не надо. Останется все равно этот вот налет и осадок, и все равно ощущение, что... Если мы будем сотрудничать, вот представьте себе, что мы... И не хочу уже приводить исторические аналогии, потому что времени не осталось. Но если мы начнем серьезные переговоры и через пару лет заключим новый договор, скажем, по ядерному оружию, очень важный, вот, то сразу изменится общественный. Вообще оно быстро очень меняется, опыт. Не-не-не, потом, вы знаете, культурные обмены, научные обмены, это же действительно... Главное телевизор. Вы правы. Вот шесть центральных каналов переключатся на другую программу. Да. Телевизор это... На другое указание. На другое программу действия. На другое программу действия, да. Да, и все будет несколько иначе. Потому что вот Эхо Москвы и целый ряд телевизионных каналов, я уж не говорю про газеты, они независимо свою линию, их нельзя переключать. Но мы же знаем, что... Охват не тот, конечно. Да, охват не тот. Охват не тот. Охват огромный. Вот, если еще мы будем сотрудничать где-то в Сирии и помогать друг другу, то это... И осуществлять какие-то приличные, интересные, большие проекты, то, конечно, это было бы здорово. Не знаю там... По-моему, у нас антиамериканизм не по злобе. Вот так вот, он такой... Не знаю. Он из-за того, что они такие высокомерные, самонадеянные, и нас не уважали. Вот в этом суть, понимаете? А, кстати говоря, уважение, это... Вот все говорят там, российская национальная идея. Я думаю, что уважение человека, это главная российская национальная идея, потому что этого никогда не было. И это перебрасывается на отношения между народами. У нас знают, что американцы мощные нации, экономика, военная и так далее, и так далее. Но то, что они не оказывали нам достаточно уважения все прошедшие годы, когда Россия, значит, стала уже не коммунистической страной, готова была сотрудничать, вот это обидело очень сильно. Если они это поймут и изменят свои отношения, то очень быстро изменится настроение и здесь. Согласен, Валерий Николаевич? Да я согласен. Надо что-то делать, чтобы менять представление друг о друге. И вызывать уважение друг к другу. Какими-то шагами, небольшими, но вперед. Потому что, хоть, может, и переживали более трудные времена, но все равно как-то оно тягостно нынче. И очень хочется какого-то проследования. После хороших времен, плохие времена, очень тяжело переживать. Очень тяжело переживать. Спасибо вам. Мы сегодня говорили о визите Джона Керри сюда, в Россию, о том, может быть, это первый шажок по пути какого-то улучшения и восстановления отношений между Россией и Соединенными Штатами Америки. Говорили мы с Алексеем Арбатовым, академиком. Российской академии наук. И Валерием Гарбузовым, исполняющим обязанности директора Института США и Канады, тоже Российской академии наук. Спасибо вам большое. Спасибо. До встречи. До свидания. В круге света. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok